Мой дедушка Курлов Павел Пименович, 1913 года рождения, рядовой боец 855-го стрелкового полка 278-й стрелковой дивизии 38-й армии. Пал смертью храбрых в оборонительном бою 1 июня 1942 года юго-восточнее города Чугуев Харьковской области. Это мой прапрадедушка Каевой Михаил Сидорович, участник Великой Отечественной войны. К сожалению, я о нем узнал только из рассказов и наградных документов. Во время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка проявил себя настоящим героем и заслужил две медали за отвалу. Первую медаль за отвагу он получил за то, что восстановил оборванную линию связи под обстрелом противника. А вторую медаль за отвагу он получил за то, что проявил героические качества в бою и вынес шесть раненых солдат с поля боя. Во время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка несколько раз был ранен, но это не помешало ему встретить победный май в 1945 году. Я помню и горжусь своим прапрадедушкой. Мой прадед, подгорелов Владимир Васильевич, родился 1 января 1924 года в городе Ашхабад, Туркменской ССР. В возрасте 17 лет он поступил в военное училище, где по ускоренной программе готовили специалистов-связистов. После училища попал в действующую армию, где в составе 173-го гвардейского артиллерийского полка начал нести военную службу. Участвовал в кровопролитнейших боях под Белгородом и Большой Даниловкой. На Курской Дуге получил первое серьезное ранение, после которого попал в госпиталь, где перенес ряд операций. Но до конца жизни два осколка под сердцем и в бедре напоминали ему о днях военных событий. Комиссованный он переехал жить в Паку, где работал в военизированной охране военного предприятия, а затем, окончив курсы трактористов, работал на нефтяном промысле. За боевые заслуги перед Родиной он был награжден правительственными наградами – медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Умер Владимир Васильевич в 1979 году от острой сердечной недостаточности. У меня есть дедушка, дедушка-герой. В арсенале дедушки орден боевой. Этот орден дедушки за отвагу дан. Командир дивизии, лично сам вручал. И таким, как дедушка, я хотел бы стать, так же, как и дедушка Россию защищать. Мой прадед Локтионов Леонид Никитович родился 9 сентября 1923 года в село Казацкое, Яковлевской районе, Белгородской области. В начале войны ему было 18 лет. Его отправили учиться в военное училище на связиста. Через год он его окончил, и всех выпускников отправили на фронт. Так мой прадедушка стал солдатом-связистом. Он протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта соединить со штабом боевых действий. Он прошел всю войну и встретил победу под Берлином. Это мои прапрадеды. Михайлов Андрей Яковлевич, папа моей прабабушки, сражался за родину в Великой Отечественной войне. Он участвовал в страшном бою под Смоленском, где выжили единицы. 14 октября 1943 года он погиб. Бутов Ефим Силаевич, папа моего прадеда, прошел гражданскую войну и участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1943 год, где был очень тяжело ранен в бою, но смог выжить. Умер в 1946 году. Я очень благодарна всем нашим героям, которые сражались, защищали нашу родину, погибали ради того, чтобы жили мы.